Художница Алина Власова проводит экскурсию для людей с ментальными расстройствами. Из-за процесса выставка о состоянии человека, его жизни и ощущениях, которые он получает, объясняет автор. Это расширение. Это когда мы видоизменяемся, мы растем, мы какие-то более новые. Один из посетителей художник во флигель он принес свои картины. Это что-то как называется? Стиль, стиль вот этих картин. Я называю австрактным сюрреализмом. Сюрреализм? Угу. Своей картиной Владимир Шибаев подписывает псевдонимом Аварра. Это слово означает «путник», объясняет художник. Именно так он ощущает себя в этом мире. Мужчина рисует с тех пор, как себя помнит. Сейчас его рабочая мастерская находится за письменным столом в общей комнате на пять человек. У меня один стол, стул и угол, соответственно. В общей сложности метра два квадратных. Вот на этой площади я рисую. Делать сложные работы, ну маслом писать, большие холсты, у меня не получается. Потому что честно. Вот поэтому делаю. Ну это я все называю эскизами. То, что художник скромно называет эскизами, полноценное произведение современного искусства, уверена Анастасия Вавилова, директор Флигеля. Она собирается организовать выставку Владимира Шибаева. Для дальнейшего творчества она подарила художнику набор акриловых красок. Сотрудники психоневрологического интерната рассказывают, пациенты регулярно посещают выставки и концерты. Искусство помогает таким людям выразить свои эмоции. Мы посещаем все выставки. Они у нас всегда в первых рядах. Нас с удовольствием везде встречают. Они очень много знают об искусстве. У нас в кабинете есть и книги о творчестве. Я учу их рисовать, и акварелью, и гуашью. Есть у нас масляные краски. То есть у нас возможностей очень много. В психоневрологическом интернате творчеством занимаются многие. Там вяжут носки, рисуют и даже шьют шопперы. Модные холщовые сумки для покупок. Директор Центра современного искусства планирует продавать их изделия во Флигеле. Так люди с ментальными расстройствами смогут творить и зарабатывать. Я попробую сделать отдельный стенд, отдельное место для них, рассказывать. И может быть кому-то станет нужно, интересно. То есть не просто купить себе носочки, но у них будет какая-то хорошая полезная история, у этих носочек, что эти деньги пойдут. Вот эти вот ребята, они дальше могут покупать нитки, дальше будут вязать, и дальше будут заняты делом. Этот визит – начало дружбы между интернатом и Флигелем и совместных планов. Теперь много. Ольга Ельфимова, Мария Гончарова и Дмитрий Шаталов.